Всем привет, покорители Night City. Сегодня я записываю видео, посвященное игре Cyberpunk 2077. Ну что ж, прошло уже три года с релиза первой версии игры, как вы все знаете прекрасно. Игра была на старте очень сильно забагована, абсолютно не оптимизирована. И на эту игру постоянно снимали какие-то видео с насмешками, что ждали там 10 лет игру, а вышло такое говнище. Ну да, я тоже наблюдал все это дело, она действительно была забагована, абсолютно не оптимизирована. Я специально ставил низкие настройки графики, средние настройки графики, высокие. Разрешение экрана ставил 800 на 600, 1080R, но скорость FPS от этого абсолютно никак не менялась. То есть ее было невозможно оптимизировать. Хороший у тебя компьютер, плохой у тебя компьютер, было без разницы. То есть ты играл, а игра жила своей жизнью, грубо говоря. И так прошло три года, и я просто был удивлен. Я зашел в эту игру и увидел графику и сказал сам себе, да ну нахуй, каким макаром эти ребята достигли таких результатов. Вот если бы она стартанула на старте, вот с такими настройками, с такими оптимизациями, с такой красивой графикой, ей бы цены не было, у нее было столько поклонников. Но, к сожалению, в пик своей популярности ребята провафлили наши разработчики. А теперь уже наверстывайте кучина, ну как бы можно, но уже люди немножко разочаровались и уже давным-давно это бы прошли. Итак, в этом видео я покажу несколько пресетов, как она изменилась в лучшую сторону. Несколько пресетов покажу. Впечатляющие, высокое качество, трассировка лучей, а также свой пресет. Этот пресет будет посвящен не оптимизации в пользу FPS, а оптимизации в пользу качества самой картинки. То есть я поиграл, посмотрел и увидел, что можно добиться просто охренительного качества картинку, которую раньше я в этой игре совершенно никогда не видел. Итак, приступаем, заходим. Первый пресет я поставлю настройки графики, трассировка лучей средняя. Ну, давайте поставим ультра и посмотрим, как она сейчас выглядит. Я выбрал специальный участок, локацию, в котором довольно насыщенное движение, разные текстуры такие трудные. То есть на этом участке должна быть максимальная нагрузка на видеокарту. То есть она, если здесь будет хорошо играться, то по всей игре будет игра иметь хороший FPS. Ну что, смотрите, трассировка лучей ультра. Сейчас, вот наши молодцы разработчики все-таки оптимизировали, 30 на ультра. Раньше, когда я заходил на старте в эту игру, мне давало на ультра настройках трассировки лучей где-то 5 FPS. Она прям тык-тык-тык, прям фриз-фриз-фриз-фриз. Здесь сейчас 35-36 FPS. Вот, ну и смотрите, раньше была постоянно какая-то дикая размыльность картинки, сейчас размыльность практически отсутствует. Выглядит очень достойно, очень красиво. Давайте дальше зайдем, поиграемся с настройками, посмотрим, что здесь еще. Так, значит, трассировка лучей ультра посмотрели. Так, дальше, значит, трассировка лучей минимальная. Посмотрим, сколько кадров будет давать. Ну, смотрите, трассировка лучей минимальная на моей видеокарте. Я, блядь, просто в шоке. Чтобы на трассировке было такое хорошее качество картинки, и при этом 40 FPS, просто чудеса. Да, просто я запускал эту игру, когда был релиз, именно на этом компьютере. Я здесь ничего не менял. Ни дополнительные там какие-то там оперативные памяти, там, я не знаю, не улучшал жесткий диск. Вот все в стоке, как я его купил. Так вот до сих пор я на нем и играюсь. Ну, как бы видно, что есть мыльцо, вот этот эффект такой, размыльность, плюс вот, да, вот эта вот картинка мне совершенно не нравится. То есть мыло, когда прыгаешь, вот эта вот гадость. Я вот в своем пресете покажу, как достичь прям охерительной здесь картинки. Просто будет глаз радоваться, когда вы это увидите. Так, ладно, дальше посмотрим, чего. Поставим пресет впечатляющий. Впечатляющий. Смотрим, сколько он дает. 46, 45, 43, 50. Ну, в принципе, как и трассировка, но может быть чуть побырей. Вот, смотрим. Ну, опять же, есть мыло и вот небольшие фризы, да, чуть-чуть такое просматривается. Смотрим саму картинку. Сейчас я вот бегу куда-нибудь, где покрасивее можно посмотреть место такое, чтобы увидеть, сколько будет фпс прямо на таком загруженном участке. Так, ну, в принципе, тут как бы вот дохера полигонов. Вон там и сзади, и сбоку, и спереди. Вот, и тут все ходят. У меня, кстати, здесь стоит настройка по поводу толпы, там как-то она называется, там типа... А, ну вот, да, здесь просадочка есть. В общем, здесь на максимум стоит количество людей, грубо говоря, в кадре. Количество МПС. Так, дальше посмотрим, что еще у нас. Ставим высокие, посмотрим, как оно будет выглядеть сейчас. Ну что ж, смотрите, на высоком, вот сейчас 56-58 фпс, вот на таком трудном участке. Раньше, чтобы такое было, это было бы просто, как будто, наверное, можно бы такого было достичь только на крутых видюшках. Наверное, в то время была самая крутая, это либо 20-80, либо там уже 30-я серия, точно я уже не помню, какая там была на старте. Но графика сейчас стала очень достойной. Я просто помню, чтобы четкость графики была в этой игре, нужно было отключать DLSS и играть без апскиллинга. То есть, чтобы достичь хорошей четкости. А если ты бы врубал, короче, DLSS, то прям дичайшее мыло было бы на картинке, вот, прям просто раздражало. Я когда вот проходил ее, я ее прошел, мне она действительно понравилась, у нее и хороший сюжет, и хорошая графика, но вот ужасная оптимизация. И тут в этой игре очень было много еще до побочных заданий, я не стал себя мучить, я просто взял, прошел основной сюжет и просто выключил ее, удалил с компьютера. Ну, потом сейчас я опять ее-то вернул, скачал, решил посмотреть, в чего она превратилась через три года. Ну, так вот, смотрите, отличное качество графики, да, вот, прям смотрите. Ладно, все, теперь я покажу вам, что можно сделать еще лучше. Сейчас вот картинка красивая, а сейчас будет просто охуенская картинка, просто огненная. Смотрим, какая охеренная четкость. И еще раз вам говорю, что, не сказал, что за компьютер, хотя вы здесь и так видите, вот здесь слева мониторчик, что у меня тут за железо стоит. В общем, это видео посвящено среднему сегменту компьютеров, начиная от RTX 2060. Чтобы достичь максимально красивой картинки, сейчас я кое-что поставлю. И она просто будет бомбическая, просто красивая. Значит, мы оставляем быстро настройки на высокие. Давайте посмотрим, как она на DLSS смотрится. DLSS качество пусть будет. И потом, чуть позже покажу, что вообще можно сделать, прям космическая картинка будет. Ну да, в общем, смотрите, на DLSS она также прекрасно выглядит. Вот, прекрасно выглядит, быстро играется. Да, отличное качество. Так, значит, показываю теперь свой пресет. Что можно сделать, чтобы прям достичь бомбического качества графики. У NVIDIA появилась новая разработка DLAA. Это переводится Deep Luring Anti-Aleasing. То есть, это очень глубокая очистка, как это можно назвать, я уже забыл. Deep Luring. Глубокое обучение, Anti-Aleasing это сглаживание. Ну то есть, короче, искусственный интеллект делает так, чтобы достичь максимально красивой картинки, максимального сглаживания. То есть, попробуем, точнее, не попробуем, а включаем его. При этом ставим резкость этого эффекта на максимум. Так, дальше, значит, здесь мы, это должно быть выключено, все выключено. Угол обзора сотка у меня. Вот. Значит, зернистость мы отключаем, аберрация у меня была отключена. Если она у вас включена, отключаем, мыло убираем так. Глубину резкости выключаем, блики выключаем, размытие в движении выключаем. И сейчас мы просто охеренную картинку получим. Я был просто в шоке, когда это увидел, когда поковырялся в настроечках. И получилось просто космос. Ну а остальное смотрим, вот видите, высоко, 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 высоко. Трассировка лучей отключена. Как бы с трассировкой лучей, картинка хорошая, но мыльцо прибавляет. Так что вот, если хотите прям четкую, красивую картинку, убираем вот эти вот параметры. Зернистость, аберрацию, глубину резкости, блики, размытие движения. А также отключаем трассировку лучей. И получаем просто потрясающе красивое качество графики. Применяем и просто сейчас удивляемся. Так. Ну что, смотрите. Это просто... Просто пиздец. Просто потрясающе красивая картинка. И при этом... Наши разрабы все-таки ее оптимизировали. Она перестала глючить, лагать. Вот смотрите, 50, 56, 48. Ну, достаточно хороший фпс. Здесь я напоминаю нагруженный участок, потому что здесь много дохера и NPC, и машин, и дома различные. И на этих домах много трудных объектов. То есть, вот здесь, получается, на нагруженном участке, она вот у нас идет, моя видюшка, RTX 2060 дает 40, 45, ну, просадка была до 30, да, как бы была. Ну, 50, ну, то есть, средняя вот сейчас показывает 46. И вот, ай, блин, сейчас я сдохну, наверное, нет. Ну, а вот здесь вот, как бы, поменьше текстуры, меньше народу, она побыстрее немножко работает. Вот 50 дает. Ну, вот смотрите, какое качество графики просто потрясающе. Я думаю, что вот с такой-то графикой я уже хочу ее пройти вдоль и поперек. Посмотрю этот, как он называется, не посмотрю, а пройду, наверное, все побочные задания. Ну, вот, как я и говорил, да, вот здесь вот меньше, меньше всяких у нас NPC, и как бы машины поменьше ездят. И вот у нас графика поднялась 56 фпс. Ну, то есть, шикарно, просто шикарно. Ну, давайте сейчас еще в какой-нибудь, куда-нибудь сейчас я перелечу, чтобы посмотреть другое место еще какое-нибудь, как он там себя поведет. Так, где-то я тут видел такое, мне прям понравилось тоже участвовать, довольно красивый был. Вроде вот здесь рынок, что ли. Да, вот где-то там рынок, да-да-да. Там вроде много тоже было. И NPC, и машин было ездило. Вот посмотрим, сколько здесь будет у нас этот фпс. Еще мне очень нравится в этой игре, это вот музыка из начальной заставки. Ну, и многие разные там треки тоже. В игрушке тоже хорошие. Так, ну что, смотрим. Вот тут тоже у нас нагруженный участок. Ну, вот здесь, конечно, просадочка 30, 30, 30, 28. Ну, здесь, смотрите, все равно, очень много народа. Плюс еще туман. Да, вот это я помню и в тот раз она в этом месте, когда вот на релизе она так подглючила. Ну, потому что это уже видюшка сама не вытягивает. Вот, потому что здесь прям такое много всего. Так, ну, если так вот, дальше поднимемся, посмотрим, сколько. Но все равно быстро играется, как бы, что, быстро и четко. Четкость очень хорошая сейчас. Если, ну, и как бы, чтобы, может быть, если хотите, чтобы прибавить скорости в игрушке, чтобы чуть повысить FPS, то можно поставить DLSS на этот, на баланс. Там она будет, качество графики хорошее и этот, скорость побольше будет FPS. Ну, вы знаете, я люблю больше играть, когда четкость, высокая четкость в игре. То есть, я не люблю мыло, я люблю прям, чтобы красивая картинка была. Ну, вот, смотрите, мы выходим. Вот здесь просто офигенский, просто офигенский вид. Офигенский вид. 42 FPS, это средний. Опять же, напоминаю, то, что у меня средний сегмент компьютера. И вот на моем среднем сегменте я добился вот такой охрененной картинки. Вот, смотрите. В принципе, вы и сами добьетесь такой картинки, если вы последуете. Смотрите, это просто бомба. Охереть можно. Ёбаный по голове, блядь, а. Вот это я понимаю, вот это уже настоящая охрененная графика в этом киберпанке. На релизе, опять же, повторяюсь, такой крутой графики не было. Я ее не видел. Я видел только ту дебильно мыльную картинку и все, и одни фризы. А сейчас это просто бомба космоса. В общем, просто смотрите, вот, как бы, 40... Вот сейчас FPS 50, то есть, вполне играбельно. Вот. Давайте я сейчас ради интереса поставлю еще DLSS на качестве. Ну, вообще, просто космос, графон. Да, я просто шокирован, чего они замутили. Молодцы, молодцы, ребята. Но поздно. Три года, блин, прошло. Уже поздно. Так, ну-ка, давайте сейчас DLSS включим, посмотрим, как он будет выглядеть. Так, NVIDIA... Так, это мы... Получается... Вот он, DLSS. Автоматический, качество, сбалансированный производительность... Ультра-производительность. Ну-ка, посмотрим, как DLSS на ультра-производительности будет. Нет. Ультра-производительность, 40 кадров... Видите, нет. То есть, получается, все-таки, где-то в каких-то местах они оптимизацию не допилили. Как я вам и говорил, то, что меняя графику в лучшую и в худшую сторону, FPS останется тот же самый. То есть, получается, все-таки, это... Они не полностью ее оптимизировали. Видите, про это я говорил. 50 FPS, супер-производительность. Ну вот, а вот давайте дальше. Хорошо, супер-производительность. Поставим... Сбалансированный. Запомнили, там было где-то 48-50, да? Давайте сейчас посмотрим. Ну... Ну, ну, ну вот. Как я и говорил, 48-46. То есть, ставишь ты производительность, ставишь ты качество, ставишь ты этот баланс, ни хера ничего не меняется. Ну, нет, я говорю, что они реально сделали лучше оптимизацию. Но, видимо, все-таки не до конца допилили. Так, сейчас вернемся к этому сбалансированию. Давайте посмотрим качество. Ну, что качество будет? Наверное, тоже 48. Даже на... А, ну да, то же самое на качестве. 48-46. 48-46. В общем, вот так вот. Улучшаем качество графики, а FPS остается как был, такой он и остался. Так, автоматический... Ну, да ладно, последний автоматический. И вернемся мы, включим DLAA. А, ну-ка, автоматический. Автоматический. 50-50-40-43. Не, ни хера подобного. То есть, все-таки надо еще ее оптимизировать до конца. Ну, так, чего у нас там было? Сейчас посмотрим здесь. 48-50, вы запомнили, 46. На этом... На этом охрененно просто выглядит. Ну-ка. 48-46-43. То же самое. То есть, грубо говоря, что тогда получается... Забейте на этот DLSS там или FSR. Используйте вот этот режим. DLAA. Новый режим от этого. От NVIDIA. Вот на нем она реально охрененно выглядит. Ну, и будет абсолютно так же играться, если вот поставить его. Я вот только что показывал. Ну что ж, вот такой вот обзорчик сейчас снял для вас. Вот. Я думаю, вот в ближайшее время перепройду эту игру заново. Пройдут побочные миссии. Ну, прям графика стала реально охрененной. Охренительной, красивой. Так что так вот. Всем спасибо. С вами был КамАЗ. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр. Пока.